Всех приветствую, друзья! Вы, наверное, меня потеряли. А дело в том, что я был в отпуске, целых три недели лазил по горам и был практически без связи. И сегодня уже отдохнувший, готов к работе. Сегодня мы продолжаем рубрику доработки инструмента и будем дорабатывать циркулярную пилу, которая недавно была у меня на обзоре. Это креско У420.1. В целом пила самодостаточная, она нормально работает и как таковой доработки не требует. Но все-таки хочется, например, на нее поставить плавный пуск и доработать еще кое-какие мелочи. Функция плавного пуска совершенно не обязательно. Она влияет только на удобство работы. И вопреки бытующему мнению, что там происходит при пуске удар, могут сколоться зубья, это все бред сивые кобылы. Потому что миллиарды инструмента работают без плавного пуска и нигде ничего не откалывается. Еще раз повторюсь, что плавный пуск делает работу чуть более комфортной. Вот и весь его функционал. Есть у меня волшебная коробочка, давайте в нее заглянем. Здесь у меня свалена всякая всячина. Вот, например, модули плавного пуска трехпроводные. Несмотря на разные габариты и внешний вид, функционал и схема техника у них одинаковые. Различаются они только максимальным током, а он определяется тем семистором, который здесь установлен. Вот модуль 10-амперный и два 12-амперных. Также есть у меня и двухпроводные модули. Их тоже три штуки. Два модуля 12-амперных и один 20-амперный. Вот эти модули уже отличаются по схемотехнике и здесь стоит микросхема 1182. Двухпроводные модули хороши тем, что их можно не задумываясь ставить в любой разрыв цепи и они будут прекрасно работать. Трехпроводные модули требуют подключения общего провода, сетевого и того провода, который уходит на двигатель. То есть если у вас совсем-совсем нет опыта, лучше с ними не связывайтесь, берите вот такие. Установку трехпроводного модуля я показывал, когда дорабатывал торцовку Makita LS1040. Ну а двухпроводные здесь никаких премудрости нет, его и поставим. Заодно проведем небольшой эксперимент. Я поставлю 12-амперный и 20-амперный модуль, посмотрим будет ли разница. Лишний раз хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую промежуточные фотографии, всевозможные коротенькие видео и другую полезную информацию, которой на ютубе нет. Скоро на этом канале будет 10 тысяч подписчиков, и это дело надо отметить. После обзоров у меня остается очень много инструмента, который я просто раздариваю. Как только количество участников достигнет 10 тысяч, я проведу какой-нибудь розыгрыш и будем разыгрывать инструмент, может быть даже вот эту самую циркулярку и различную расходку, может быть какие-то комплектующие, в общем будет интересно. А еще к телеграм-каналу привязан чат, где участники могут между собой обсудить какие-нибудь вопросы или задать вопрос лично мне. На этот чат тоже желательно подписаться, чтобы участвовать в общем обсуждении, а не писать разрозненные комментарии под постами. Ссылка на мой канал и на чат для общения будет в описании к этому видео. Для чистоты эксперимента я установлю пильный диск, потому что работу плавного пуска имеет смысл рассматривать именно с диском, то есть хотя бы под небольшой нагрузкой. Сначала послушаем работу инструмента в том виде, как он есть. Циркулярка сама по себе тяжелая, поэтому даже без плавного пуска она не дергается. Именно поэтому я и говорю, что она самодостаточная и плавный пуск фактически сюда не требуется. Плавный пуск хорош на болгарках, когда инструмент легкий и у него при старте происходит рывок. Но все равно давайте ставить. В ручке немного тесновато, но есть три варианта установки, куда можно воткнуть этот модуль. Можно, например, выбросить вот этот конденсатор помехозащиты. В принципе, особого смысла в нем нет. Конденсатор нужен для того, чтобы эта циркулярка меньше давала помех на аналоговые телевизионные и радиоприемники, которых сейчас уже практически не осталось. С другой стороны, он все-таки немного гасит искрение, так что ладно, пусть остается, не будем его трогать. Второе место установки это посередине ручки. Крепежное ухо, естественно, придется отрезать. И есть еще третий отсек, он находится в нижней части ручки. Сюда этот модуль тоже прекрасно втыкается, но также ухо придется отрезать. Но прежде чем совершать какие-то манипуляции, давайте сравним работу 12 и 20 амперного блоков. Ампераж написан прямо на маркировке. Чтобы сильно не мудрить, я пока отключу один провод и в разрыв включу плавный пуск. Полярности у этих блоков нет, поэтому включаем любой стороной. И не немножко изоленты. Настоятельно рекомендую пользоваться синий. Зеленый, если замотать, пила может сломаться. Включаем в розетку и смотрим, что получается. Плавный пуск нормально работает, но появился скрежет и удары. Это характерный признак работы плавного пуска. На всех, без исключения инструментов, он работает именно так. Иногда еще с большим гулом. Теперь посмотрим 12 амперник. В общем-то, оба модуля работают абсолютно одинаково. Единственная разница, это они рассчитаны на разный максимальный ток. Вернул провод на место напрямую и еще раз послушаем, просто чисто для контроля. Мне кажется, так намного лучше. Пусть так и остается. Во всяком случае, пока что. Какие можно сделать выводы? Ампераж, указанный на блоках, абсолютно ни на что не влияет. Схемотехника одна и та же, обратные связи те же самые, поэтому стартует пила одинаково, что на одном, что на другом. Стоит их поставить или нет на эту циркулярку, вопрос очень спорный. Плавный пуск абсолютно не дает никаких преимуществ. Лично для меня, например, вот такой вот скрежет, гул и опережение диска, когда в редукторе начинается биение, зубья то запаздывают, то опережают. Вот этот стук меня напрягает сильнее, чем резкий громкий старт. В общем, лучшая враг хорошего и модуль я ставить не буду. Это просто нерационально. Будем считать, что факир был пьян и фокус не удался. А теперь залезем в корпус и еще раз посмотрим, что же там интересного. При разборке любого инструмента первое, что нужно сделать, это снять щетки. Здесь они закрыты крышками. Щетки подпираются плоскими пружинами. Такой вариант мне очень нравится. Достаточно просто потянуть и оставить в этом положении. После этого можно снимать корпус. Откручиваем три винта. Хотел уже выколачивать статор, а потом все хорошенько обдумал и решил дальнейших действий не производить. Не из-за того, что мне лень. Можно было сюда воткнуть, например, динамический тормоз. Специально для этого у меня куплен провод. Но, пожалуй, это будет совершенно нерационально. Поясню почему. Во-первых, каждая из полуобмоток статора подключена к своему щеткодержателю. То есть придется включить последовательно две обмотки. Это потребует дополнительных манипуляций. Дело в целом несложное, но основная сложность в кнопке. Если бы здесь был тройник, то есть средний контакт и нормально замкнутый, нормально разомкнутый, тогда имело бы смысл сделать все эти манипуляции. Но здесь два отдельных контакта, которые замыкаются одновременно. А для того, чтобы включить динамический тормоз, нужен именно тройник. То есть затеваться с установкой динамического тормоза нет абсолютно никакого смысла. Ну и вторая причина в том, что в процессе остановки пильный диск у нас закрыт кожухом. И совершенно не важно, насколько долго он будет останавливаться. Динамический тормоз я собирался ставить исключительно ради эксперимента. Ну а если брать в целом, то к доработке нужно подходить очень ответственно. И всегда взвешивать все за и против. Сравнивать полученный результат. По итогу миссия закончилась, не успев начаться. Ну а я надеюсь, что хотя бы чуточку полезной информации из этого ролика вы почерпнули. На этом на сегодня все. Не забывайте ставить оценки, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Всем пока-пока.